Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики выложили на продажу за 2000 тот же самый набор, который был 41 день назад на КПЗ 5.4. За 2000 золота вам предлагают взять в составе набора премиумную пятерку, которую вы можете взять в любой момент ветки исследования за 2400. То есть в принципе уже выгоднее на 400 голды. Вы можете получить себе вместе с этой машиной КАМО, которая безусловно на любителя. Мне честно говоря больше нравится тот, который у меня на машине навешан, но здесь на вкус и цвет спорить особо не буду, потому что я считаю, что каждый имеет право на свое собственное восприятие красоты. Что касается Х5, здесь действительно приятно и прикольно, это на все машины, то есть на любой машинке вы можете выкатать эти Х5. И я считаю, что это классно, потому что на пятом уровне выкатывать Х5, ну как бы не сильно выгодно и особо там ничего не заработаете. А вот что касается получения возможности выкачать себе быстрее какую-нибудь веточку, вот это уже да, вот это уже годно. Что касается открытого всего оборудования, на пятом левеле не сильно оно дорогое, но если бы не положили, было бы совсем как-то странно и неприятно, потому что за 2000 золота как бы не сильно-то и дешево получается. Ну и соответственно слот в ангаре. Что касается самой машины, прямыми конкурентами данного аппарата на уровне являются Анька, но ее очень сложно получить, в основном она продается только за реальные деньги, да даже наверное не в основном, я в принципе не помню, чтобы Аньку продавали за голду. Напишите свое мнение, было ли когда это такое, чтобы на продажу данную машину выставляли за золото, потому что я такого честно говоря не припомню. Ну и есть у нас еще Гаргулия. Гаргулию в свое время можно было получить в ивенте и те игроки, которые хорошо играют и нормально запотели, они себе данную машинку заполучили в коллекцию. Но стоит отметить, ребят, что все-таки не все так просто и мне честно говоря, как владельцу всех этих трех автомобилей, мне ПЗшечка все-таки нравится больше всех, я имею ввиду 5-4. Гаргулия, ну она как-то вот нудноватая, кто-то со мной не согласится, да у нее очень хорошая альфа, но все-таки на пятом уровне иметь время перезарядки в 11 секунд, даже с такой альфой, это не очень приятный геймплей и мне он не очень нравится. Да и она еще и не сильно живучая по сравнению с ПЗ-5-4. К этому вопросу вернемся чуть позже. Что касается Аньки, то Анька практически полная копия ПЗ-5-4 и здесь я бы сказал, что разница заключается в том, как они забронированы, то есть не в уровне бронированности, да, то есть в толщине брони, а именно каким образом пририсована сама модель. Опять-таки к этому вопросу мы сейчас вернемся. Что же касается безусловных плюсов, помимо того, как построена броня у 5-4, так это подвижность машины 55. И вот когда мы сейчас зайдем в бой и будем катать, вы увидите, насколько 55 это не настолько быстро, как хотелось бы и таким образом докажем сами себе, что Анька и Гаргулия, они гораздо более медлительные, соответственно, менее приятные по игре. Мощность двигателя, заметьте, здесь 700, 440 и 400, при том, что, ребят, ну, как бы машины, в принципе, практически одинаковые. С этого делаем вывод, что ПЗ-5-4 однозначно, ребят, гораздо подвижнее, чем два этих конкурента. Что же касается процента побед, то, безусловно, на Гаргулии огромный, огромный отрыв вперед, но все-таки, ребят, стоит отметить, что Гаргулию получили, повторюсь еще раз, те игроки, которые, ну, реально хорошо играют в танки. Не великолепно, не идеально, просто лучше просто обычного среднего игрока. А вот ПЗ-5-4 могли купить себе все, кто угодно, вне зависимости от того, насколько они подкованные игроки. Соответственно, здесь процент по победам будет ниже. Что касается брони, обратите внимание на силуэт данной машины, как вы видите, Ахиллесова пита, это не нижний бронелист, а вот как раз башня, которую особо выцеливать не стоит. Просто кидаешь вот сюда вот и в 54 миллиметра, 55, пробивается, ну, просто-таки на ура. Поэтому на машине стоять на месте ни в коем случае нельзя, на ней необходимо не мансить, а вот выкатываться, закатываться из-за каких-то укрытий, короче говоря, не давать возможности нормально прицелиться в вашу башню. Что касается ком-башни, она забронирована, ее никто выцеливать не будет, да и, в принципе, смысла нет, как я уже сказал, для этого есть у нее передняя часть башни, лицевая. Что касается брони по корпусу, и сейчас объясню, почему я считаю, что ПЗ-54 действительно более интересно забронирована и более интересный силуэт имеет, чем та же самая Гаргулия или та же самая Аня. Гаргулия имеет вот такую вот форму, и да, безусловно, здесь гораздо лучше забронирована башня, ком-башня больше, но тоже забронирована, передний бронелист, и, ну, именно передний, не верхний, не нижний, а передняя планка бронелиста, и вот эта вот планка мехвода, они забронированы. Но, ребят, обратите внимание на следующее, более слабый нижний бронелист по сравнению с ПЗ-54, верхний бронелист тоже имеет слабую броню, но и что самое, самое дерьмовое, по-другому назвать это не могу, что когда на Гаргулии ты начинаешь хотя бы чуть-чуть поворачиваться, типа пытаясь сыграть ромбом, ты делаешь только сам себе хуже, потому что сразу вот в этот вот пятак начинают все забрасывать. И это настолько неприятно, ну, прям кошмар, отыгрывать ровно тоже не сильно приятно, потому что вот эта вот часть, я имею ввиду верхний бронелист, тоже является крайне картонной. Что касается Аньки, та же самая беда, вот один в один, только еще и хуже, чем у Гаргулии, еще более зеленое все, башня желтая, в принципе, как у ПЗ-шки, может даже желтее, ну, и, в принципе, здесь даже поворачиваться никуда не надо, стоя вот так вот, ну, или как-то вот так, сразу сюда прилетает, ну, а если довернулся, тогда вообще, в принципе, считай, что ты голый стоишь, потому что брони здесь нет просто-таки совсем. Ну, а что же касается ПЗ-5-4, то на ней можно отыгрывать ромбом, здесь есть приведенка, она вся гладкая, вот эта вот часть корпуса, соответственно, зацепиться снаряду не за что, то же самое касается и бронелиста верхнего, как бы ты не становился, соответственно, будут рикошеты. Что касается башни, уже обозначил, но, ребят, здесь тоже есть немножечко неприятный момент, неприятный момент заключается вот здесь вот, когда вы вот так доворачиваете, знающие игроки, они не будут кидать вам вот сюда вот, или нижний бронелист, они будут забрасывать вам просто вот так вот через каток, там где 41 миллиметр. Ну и, в принципе, ребят, эта часть гораздо более крупная и легкая для выцеливания. Опять-таки, есть башня, которая пробивается, да, есть здесь вот этот вот экран, но он больше противофугасный, почему? Потому что башня крайне картонная, ну и, соответственно, сюда можно закидывать, и вот в это вот основание башни тоже. Поэтому, ребят, если вы против него воюете, особо его не бойтесь, хотя у него есть довольно часто рандомные рикошеты, и порой я сам удивляюсь, как я смог этого товарища не пробить. Что касается тех характеристик, которые мы можем посмотреть с вами в игре, и на которые стоит обратить внимание перед заходом в бой. Они уже улучшены, улучшены оборудованием, улучшены амуницией, 3,7 секунды сведения, я считаю, что это довольно приятно, и разброс довольно тоже приятный, я имею ввиду, именно в игре, не сама цифра. Цифра немножечко, как бы, должна смущать, но, поверьте, не настолько смущает, как могла бы. Урон в минуту 1356, и он реализуем, если вам повезет поехать туда, куда надо, с теми, с кем нужно. Что касается времени перезарядки, время перезарядки 7 секунд, и мне лично его все-таки не хватает. Было бы 6, или, ну, пускай там 6,3, ну, было бы гораздо приятнее в бою, сейчас мы с вами это все увидим. Что касается бронепробития, 110, не фонтан, но 158, вам, в принципе, помогут пробить своих одноклассников, и даже машины уровнем выше, ну, поэтому подкалиберные, в принципе, берите с собой, я с собой вожу 20-ку, просто, что называется, прозапас. Что касается урона, то на 6-ом уровне машины имеют средние, а иногда и тяжелые в батлпассовских вот этих вот наградах, в 160 единиц. Здесь же, на 5-ом уровне, 160 единиц альфы, и это действительно приятно, это действительно классно. Что касается углов склонения вниз, минус 10, вроде бы, типа, все классно, все хорошо, но нет, ребят, оно не отыгрывается в бою, как минус 10 в общем нашем с вами понимании. Как правило, минус 10 это, типа, такая, знаете, пушка, дающая возможность классно и бодро отыгрывать от неровностей из-за каких-то холмов, но на конкретно этой машине это не работает абсолютно. То есть, если вы ожидаете от данной машины, что вы сможете подъезжать каким-нибудь холмиком к неровностям, чуть-чуть подниматься вверх, практически не показывая своей башни, и бодренько отбрасывать в ребят тех, которые находятся за этим холмом, нет, ребят, у вас это не получится. Скорее всего, минус 10 это то значение, которое вы получите как максимальное, когда сбросите пушку на борт, но поскольку борта у вас картонные, то делать это, ну, в принципе, остро не рекомендуется на данном аппарате. В целом же машина очень классная, очень годная, и каждый раз, как я снимаю обзор, я все время вспоминаю одну и ту же ситуацию, которая, ну, не дает мне покоя. Мне не дает покоя то, что когда-то ПЗ-5-4 это просто был монстр добирания тарана, можно было влететь в кого-то на целых там от 140 до 180 единиц урона, и таким образом товарища отправить в ангар после того выстрела, который вы в него произвели. Но на сегодняшний день, на мое страшное, страшное разочарование, такое, знаете, вот прям совсем-совсем на самом дне настроения находится, когда вспоминаю об этом, машина на это уже не способна. По подвижности, обратите внимание, 55, ребят, 55 километров в час, и это мы едем вот так. Так, а представьте себе, как вы будете передвигаться на Гаргулии или, допустим, там на Аньке при 48, короче, совсем кошмар. Что касается углов склонения, смотрите, не сильно продаю вперед, и уже пушка вниз не опускается. Какие минус 10? О чем речь? Нет тут минус 10. Я не знаю, каким образом там формируется, в принципе, понимание того, насколько орудие будет опускаться вниз в таблицах по ТТХ, но здесь, ну вот прям совсем даже не пахнет минус 10. Что касается точности орудия, что касается возможности выцеливать какие-то серые зоны на машинах, на средних, на дальних расстояниях, машина, ну просто блеск. В этом отношении к ней никогда у меня претензий не было, ну и, наверное, быть не может. В целом, ребят, машина очень фановая, очень интересная. Безусловно, на ней, как и на многих других машинах, бывают сливы, особенно если вы там не сильно подкованный игрок. И кто-то скажет, что в принципе зачем снимать обзор на пятый левел, но, ребят, давайте помнить о том, что в нашей с вами игре не все статисты, которые не хотят идти в пятый уровень для того, чтобы стату свою там спустить вниз. Не все убеждены в том, что только на восьмом или на десятом уровне есть жизнь. Жизнь существует на всех уровнях, и каждый танк заслуживает того, чтобы на него снимали обзоры. И у каждого танка однозначно есть, есть тот, кто любит его, и тот, кто хочет себе его приобрести, и тот, кто приобретет и будет получать массу удовлетворения. Если бы не вот такая вот, я бы сказал, посредственная подвижность данной машины, по-другому ее не назовешь, и если бы не вот эти вот, ну, прям совсем скучные углы склонения орудия, то данная машина могла бы смело называться имбой. Потому что в целом играть на ней крайне комфортно, крайне приятно, не считая, как говорится, мелких брызг. Так, ну что, пробили, сейчас обязательно посмотрим, куда, как вы видите, пробили как раз туда, куда я и говорил. Пробивают, ай-яй-яй-яй-яй, пробивают со стороны катков, прям весело и бодро, поэтому, ребят, будьте готовы к тому, что вам могут сделать неприятно, и что самое парадоксальное будут это делать, просто будьте к этому готовы. Не успел добрать товарища, хотя шансы у меня были. У меня 61, 61 хпшки осталось, и, понятное дело, что каждый выстрел, он, в принципе, для меня, скорее всего, будет последним, поэтому мне необходимо максимально посейвиться, подождать чего-то, подождать того, как кто-то из соперников подтянется ко мне сюда поближе. Вынесли одного из союзников, я так понимаю, что, в принципе, и я уже на этом деле буду заканчивать, но, как я и говорил, по бортам абсолютный картон. Сейчас обязательно зайдем с вами во вторую катку, потому что в этой катке я больше разговаривал и пытался рассказать вам и показать, я показывал вам углы склонения вместо того, чтобы ехать куда-то и заниматься чем-то полезным, но считаю, что лучше я солью один бой. Я за своей статистикой абсолютно не отслеживаю, но покажу вам все приколы по каждой машине, все нюансы, все плюсы и минусы, для того, чтобы вы понимали, что вас ждет. Итак, ребят, вернемся к результатам нашего боя. 980 единиц урона, один сделанный фраг. Что касается результатов фарма, мы его смотреть не будем, потому что нет смысла абсолютно никакого, и при этом всем, ребят, мы заняли второе место в команде по урону. Хорошо или плохо? Плохо, ребят, потому что ПЗ-5-4 действительно способен на большее. Если вы хотите узнать, на что конкретно машина способна, не поленитесь, зайдите в те обзоры, ссылки на которые я оставил в описании под данным видео, и в течение вот этого вот видео, вот здесь сверху, появляются ссылочки на данные видосы. Посмотрите на другие катки, для того, чтобы у вас сложилась полная картина по данному аппарату. Не сильно, конечно, хорошо, что сейчас нас забрасывает против шестого уровня, потому что все-таки против одноклассников эта машина может себя показать гораздо лучше и гораздо веселее, а вот против ребят, которые выше по уровню, ей бодаться, безусловно, сложнее. Ну что, попробуем что-то сделать, а там дальше будем подводить итоги и разговаривать с вами по поводу ценника. Такс, ну что, я даже не знаю, честно говоря, что здесь сделать. С одной стороны, хочется поехать вместе со всеми, наверное, так я делать и буду, но с другой стороны, понимаю, что может закончиться чем-то плохим. Главное, чтобы ребята сейчас нормально сработали. Не совсем понимаю, зачем на открытой местности ВК сейчас едет занимать точку. Точка А на этой карте это самое, ну, самое неправильное, наверное, решение. Он уже получил сейчас тычку, продолжает стоять на захвате, непонятно зачем, причем дальше его только будут разбирать. И сбивать постоянно захват, который он пытается произвести. Поэтому, ну, блин, зачем это делать? Не совсем понимаю. Класс, попадание, без пробития, просто загуслил товарища. Как вы видите, точка до сих пор не занята, а парень нахватался уроном, мама не горюй. Да что ж такое, заколдованный он что ли? Ладно. Давайте еще раз, ну, наконец-то, слава богу, пробили. ВЗ-ка не выдержала и поехала сразу в атаку. Отправили одного в ангар. Переходим на голду. На удивление, даже сушку нам пробить не сильно прям по плечу. Хотя сушка не такая уж и бронированная, чтобы прям было чем ей похвастаться. Так, отходим назад. С учетом того, что мы играем с левелами выше, сейвится это наше все. И мы должны, знаете, как такая сволочь из-под тишка набрасывать. Но просто по-другому от нас вообще никакой результативности не будет. Отправиться в ангар и не набросать урона, ну, как бы, не совсем то, ради чего мы в бои заходим. Как вы видите, от сушки или от шкоды? Наверное, от сушки, потому что 400 мы не приняли урона. И это очень бодренько. Как я уже говорил, углы склонения, они делают свое дело. Но товарищ спит, что ли? Ну, раз спит, то тогда надо минусовать хп у соперников. Почему бы и нет? Будем настреливать. Так, переходим на голду. Опять на бронебойные, дабы не тратить голдишку. Чтобы потом на фарм можно было плюс-минус честно посмотреть. Так, ну едь сюда, будем тебя бить-колотить. Так, не очень стоеве нам получается. Как? Как, целясь в серое, сейчас я не смог его пробить? Блин, ну вот почему? Ладно, голда мне в помощь. Как я уже говорил, на данной машине голдовые снаряды, они имеют существенно повышенный уровень по пробитиям. Соответственно, ребят, ими и пользоваться будем. Постой на месте, секунду. А теперь начинаем прятаться. Не получилось. Заберу, не заберу. Сейчас одно из двух. Либо я его в ангар, либо я уйду. Забрали. И это победа. Уже хорошо. Три фрага. Заметьте, ребят, против левелов выше. Да, безусловно, пришлось использовать голду. Но все-таки, ребят, лучше победа. Лучше меньше заработать серебрухи. Но получить удовлетворение от боя. Ну, и поучаствовать в победном бою. Почему бы и нет. 1180 единиц урона. Знак классности первой степени. Три фрага. И по результатам фарма, с учетом того, что я голдовые снаряды использовал, то нельзя сказать, что я прям в хорошем классном плюсе с учетом према, ребят. Вот 33500, но если отсюда убрать пополнение боекомплекта в 11200, и если бы я сыграл без голды, допустим, играя против четверок и пятерок, то фарм был бы немножечко повеселее. Для пятого уровня, в принципе, он вполне достойный. Не, конечно, там, я не знаю, какие-то горы серебра на вас высыпятся, но все-таки фарм есть. Что касается результативности по команде, то второе место в команде по урону, и можно набрасывать урона больше. Мне не фартануло на три выстрела как минимум, а значит, своих 160 умноженные на три я уже пропустил, а это практически пол косаря урона. Поэтому, ребят, в принципе, ПЗ-шка способна нормально набрасывать урона, делать фраги, ну а самое главное, она способна доставлять удовольствие. Покупать или не покупать вам этот аппарат, безусловно, решать вам. Мое дело показать вам машины такими, какие они есть на самом деле. И если вы за честные обзоры подписывайтесь на канал, я вам всегда рад. А на данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.